От пациента. Верхний мост, необходимость удаления моста из-за наличия кист. Увеличение заднешейных лимфоузлов, реактивное рецидивирующее течение, 7 эпизодов за 6 месяцев. Лор-органы санации проведены без патологий. Остается скрытый процесс по части стоматологии, кариес корней верхних резцов, кисты данных резцов или иные скрытые патологии, которые точат мой иммунитет. Также 6 недель назад под подозрение попала нижняя восьмерка, удалена. Болевые ощущения при жевании в области 6-7 зубов остаются до сих пор, необходимо посмотреть на наличие патологий. На руках 2КТ исследования февраль 2022 года, июнь 2022 года. При возможности проведите беглое сравнение в части верхних резцов, динамика более точный диагноз. Моя задача найти причину рецидивирующей реактивной лимфодинопатии, заднешейные преимущественно справа, заушной справа. Компьютерная томография верхней и нижней челюстей. Пациента 38 лет. Дата исследования 16 июня 2022 года. Дата рентгенологического заключения. 20 июня 2022 года. На серии КТ изображений в трех проекциях визуализируются структуры челюстно-лицевой области. Верхняя челюсть. Справа. Пневматизация верхней челюстной пазухи сохранена. Слизистые нижние стенки не утолщена. Альвеолярные бухты выражены умеренно. 11 зуб под коронкой. Состояние после эндодонтического лечения. Канал неравномерно до верхушки заполнен пломбировочным материалом. В переопекальной области 11 зуба определяется участок деструкции костной ткани по типу кистогранулемы размером 4-6 мм. 12 зуб мастовидный протез. 13 зуб под коронкой. Состояние после эндодонтического лечения. Канал до верхушки заполнен пломбировочным материалом. Переопекальная область без костно-деструктивных изменений. Умеренно расширена периодонтальная щель. 14 зуб – признаки глубокого кариеса по контактной 13-14 поверхности. Пульпа и каналы интактны. Переопекальная область без костно-деструктивных изменений. 18 зуб полностью сформирован с признаками ретенции. Слева. Пневмотизация верхнечелюстной пазухи сохранена. Слизистые нижние стенки не утолщена. Альвеолярные бухты выражены умеренно. 21 зуб под коронкой. Состояние после эндодонтического лечения. Канал неравномерно до верхушки заполнен пломбировочным материалом. В переопекальной области 21 зуба определяется участок деструкции костной ткани по типу кистогранулемы размером 4-5 мм. 28 зуб полностью сформирован с признаками ретенции. Нижняя челюсть. Справа. 45 зуб – признаки глубокого кариеса пожевательной поверхности с возможным проникновением в пульпу. Каналы интактны. Переопекальная область без костно-деструктивных изменений. 46 зуб под коронкой. Состояние после эндодонтического лечения. Задний небный канал неравномерно не полностью заполнен пломбировочным материалом. В переопекальной области имеется участок деструкции костной ткани по типу гранулемы размером до 2 мм. Кортикальные пластинки нижней челюсти сохранены, вздутия, деформации не имеется. 48 зуб удален. Состояние лунки без особенностей. Слева. 38 зуб, не полностью сформированы корни, ретинирован. Вздутие и деформации нижней челюсти не выявлено. Нижний челюстной канал прослеживается отчетливо, стенка не компримирована. Заключение. Признаки осложнения эндодонтического лечения. Кистогранулема 11-21 зубов. Гранулема 46 зуба. Признаки глубокого кариеса 14-45 зубов. Ретенция 18-28-38 зубов. Состояние после удаления 48 зуба. Мостовидный протез 12 зуба. Врач-рентгенолог Кайзеров Е. В.